Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях среды 27 февраля вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. Что делать на море зимой? Клуб профессионалов гостеприимства Черноморского побережья обсуждает в Сочи новые проекты главного курорта страны. Тысяча мероприятий и 100 тысяч участников Сочи подвели итоги месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. Как потратить курортный сбор 2019 года решат сами сочинцы. Мэрия приглашает принять участие в интернет-голосовании и выбрать объекты инфраструктуры, которые будут обновлены в первую очередь. Молодой Сочи полный вперед! У сочинской молодежи появился свой гимн. Мы услышали его первыми. Проблемы обманутых дольщиков обсудили в Краснодаре. На совещании, которое провел Вениамин Кондратьев, присутствовали депутат Государственной Думы Александр Якубовский, прокурор края Сергей Табельский, главы муниципалитетов и те, кто все еще ждет свои обещанные квадратные метры. В списке долгостроев на Кубани 128 многоквартирных домов. 18 планируют сдать уже в этом году. Также на совещании речь зашла и о тех объектах, которые считаются инвестиционно непривлекательными. Всего их 45. И чтобы достроить эти дома понадобится около 20 миллиардов рублей. Губернатор отметил, для региона это слишком большая сумма, но задача требует оперативного решения. Наши коллеги из Краснодара с подробностями. Дом на улице Корякина в Краснодаре начали строить 18 лет назад. Фирма успела продать часть квартир в недостроенной многоэтажке, после чего обанкротилась. Компании менялись, но объект завершить так никто и не смог. В итоге 600 человек обманутых дольщиков. Мы шутили уже, что это наш дом можно отнести в Книгу рекордов Гиннесса или занести в Книгу рекордов Гиннесса. Потому что он оказался с самыми большими проблемами. Нам сообщили, что в октябре 2005 года он будет готов. Ну, собственно говоря, мы с семьей, как и многие, я не единственная, нас тут северян очень много, переехали и увидели, что дома нет. Все изменилось, когда мэрия Краснодара подписала соглашение с новым подрядчиком. По нему инвестор обязуется возвести дом за собственные деньги. Рядом на участке построят еще два здания. В итоге и дольщики, наконец, отметят новоселье. И строители, которые взялись доделывать проблемный объект, должны покрыть свои затраты. Мы приступили к активной фазе. По нашему соглашению в 2019 году, до конца 2019 года мы должны завершить строительством данный объект и приступить к водоэксплуатации. Мы рассчитываем в 2019 году, в общем-то, и ввести этот объект в эксплуатацию. Благодаря совместной работе краевых, муниципальных властей и инвесторов, в этом году на Кубани планируют завершить 18 долгостроев. Чтобы люди скорее въехали в свои квартиры, в регионе приняли новый закон. Согласно ему, фирмы, которые берутся за недостроенные дома, без торгов получают землю в качестве компенсации. Конечно, все соразмерно с затратом инвестора. Однако проблемных объектов за долгие годы накопилось столько, что свободных участков просто не хватает. Вокруг Краснодара нет ни одного клочка свободной земли. Ни одного. Ни одного. Она вся у кого-то. А мы не можем найти клочки, ищем компенсационных участков. А вокруг пояс Краснодара, пояс земельных массивов просто простаивает. А почему нельзя сделать изменение в федеральный закон, чтобы мы могли изымать эту землю в интересах государства, в частности, под решение проблем обманутых дольщиков? Давайте добавим к тем пунктам, где изъятие в определенном порядке для государственных нужд. И этот пункт мы компенсируем этому собственнику, арендатору, стоимость земли в рамках государственной стоимости. Я сейчас фиксирую ваши предложения, и с Владимиром Владимировичем Якушевым мы их обсудим. Предложение губернатора на совещании по вопросам обманутых дольщиков поддержал депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Он возглавляет рабочую группу по защите прав дольщиков в партии власти. Без помощи на федеральном уровне решить проблему в регионах практически невозможно. К примеру, только в Краснодарском крае 45 непривлекательных для инвесторов объектов. Чтобы достроить их, необходимо приблизительно 22 миллиарда рублей. Мы самое главное, мы не достраиваем те, которые стоят наполовину или только на фундаменте. Сроки должны быть сжатые, сроки должны быть короткие, время уходит. Инвестор привлекательность теряется, цены растут. Одними уголовными делами не решишь, мы это видим. Сегодня нужны экономические рычаги для решения вопроса. Серьезный толчок в решении проблем обманутых дольщиков дала совместная работа краевой администрации с прокуратурой, следственным комитетом и полицией. В прошлом году в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено больше 170 дел. Однако некоторые вопросы приходится решать в ручном режиме. Речь в частности об обманутых дольщиков жилого комплекса кино в Краснодаре. Из-за юридических разбирательств больше тысячи пострадавших человек ждут ключи от квартиры. Этих людей нельзя бросать на произвол судьбы, обратился Венимин Кондратьев к мэру краевой столицы. Все-таки вопрос с кино. С кино, Дмитрий Иванович. Вопрос опять же... Я думаю, мы должны уже финал счастливый увидеть в этом фильме. Мы готовим исковое заявление, которое должны подписать дольщики и с этим исковым пойти в суд. В судебном порядке, не снимая ареста, мы перерегистрировали право бы на решение суда. Да, это такое возможно, допускается на непосредственно нового инвестора с обременением прав дольщиков на этот земельный участок, чтобы право у них не ушло в период перерегистрации. Тогда когда выйти с иском? Ну, я думаю, что готово буду на следующей неделе. Вот давайте 12-го часа вы выходите. 12-го часа вы выходите. Выше пришли. 12-го марта. Вы не показываете, вы его сдали в суд. 12-го марта. Однако в попытках быстрее завершить долгострой нельзя забывать о качестве возведенных домов. Сами дольщики озвучили главе региона примеры, когда объекты уже ввели в эксплуатацию, а вот сопутствующая инфраструктура оказалась недоделана. Дома сдали в эксплуатацию, однако, в общем-то, в саму суть, как их сдали в эксплуатацию, что они не подключены ни к коммуникациям, что в каждом из подъездов литера 18 протекают крыши, люки, что нет освещения в некоторых помещениях, не проведены. Оно в рабочем порядке, правильно говорит Александр Дмитриевич, должно решаться. Если они стучатся, не открываются, конечно, она вынуждена ее озвучить здесь. Вопрос, я понимаю, на проблему многих, многих, поэтому надо сопровождать, на самом деле, их после того, когда дом сдан, он по факту сдан, понятно, а по сути, по сути, там еще работать и работать, скорее всего, нужно. Поэтому, чтобы мы их не бросали, на самом деле, вот этих людей. Прошу здесь общего взаимодействия. Если мы начнем раздраиваться, разбиваться, не дай бог, войдем в ситуацию противостояния, вообще никто ничего не достроит и никто не выиграет, кроме тех, кто пытается призвать кого-то в вашем лице каким-то активным действием, но не конструктивным действием, не конструктивным. Потому что ничего из этого хорошего не выйдет. А кому-то выгодно сегодня превратить проблему дольщиков в политику, вот тут не дайте это сделать. Это не политика, это жизнь, жизнь людей. Серьезным шагом в защите прав дольщиков должны стать изменения в федеральный закон, которые вступят в силу с 1 июля. Новая схема финансирования заключается в том, что дольщики будут вносить деньги на специальный банковский счет, а застройщик получит их только после завершения объекта. Целевое расходование средств окажется под контролем уполномоченного банка. Это позволит избежать мошеннических схем при строительстве, которые во многом и приводят к появлению обманутых дольщиков. Александр Иванченко, Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Алексей Комаров, Денис Перец, Кубань-24, Краснодар. Расходная часть бюджета Кубани на ближайшие три года увеличится на 27 миллиардов рублей за изменения в главный финансовый документ Края. Сегодня в первом чтении единогласно проголосовали кубанские парламентарии. В работе заседания сессии законодательного собрания Края принял участие Вениамин Кондратьев. Большая часть из краевой казны будет направлена на развитие медицины и образования. В первую очередь дополнительные деньги пойдут на ремонт и оборудование поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели выделено около 600 миллионов рублей. Губернатор отметил, что поправки, которые сегодня внесли депутаты, позволяют назвать главный финансовый документ Края бюджетом развития. Важно, чтобы средства пошли на улучшение качества жизни кубанцев. Финансирование увеличено и в части социальных выплат. Социальные пособия, льготы, мы сегодня их где-то увеличиваем, наращиваем. А ведь наша стратегическая задача сделать так, чтобы люди не нуждались ни в льготах, ни в социальных пособиях. Вот что сегодня нужно сделать. А значит мы еще сильнее должны модернизировать нашу экономику, сильнее наращивать темпы, в том числе и промышленности, создания предприятий, количество рабочих мест, повышать уровень зарплаты. Вот что сегодня важно. А конечно и дальше мы должны еще больше здесь работать, для того, чтобы все-таки экономика в первую очередь развивалась очень ударными темпами в нашем крае. Это все зависит от наших приоритетов. Деньги с краевой казны направят и в реальный сектор экономики. Фонд микрофинансирования увеличится на 500 миллионов рублей и составит полтора миллиарда. Таким образом, краевой фонд станет первым по объему в стране. В Сочи сегодня подвели итоги Месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. В его рамках в городе провели сотни мероприятий. Сегодня на закрытии этого большого праздника в Зимнем театре отметили самых активных участников Месячника. Благодарственное письмо получила и наша телекомпания. Подробности в нашем следующем сюжете. Воинский долг, честь и судьба. Под таким девизом в Сочи прошел месячник обороны массовой и военно-патриотической работы. Школьники и студенты на целый месяц отправились в увлекательное путешествие по страницам истории родного края и страны. Их ждали встречи с героями Отечества, военизированные эстафеты, соревнования по военно-прикладным видам спорта, экскурсии военной части. Они участвовали в образовательных турнирах, концертах и мероприятиях по сохранению памяти. Сегодня самых активных участников Патриотического Месячника пригласили в Зимний театр, где подвели итоги этого большого мероприятия. Мы начинаем помнить свою историю. Мы помним, как прошла Великая Отечественная война. Какой был героизм наших ветеранов, которые защищают защитников нашей Родины. Мы сегодня вспоминали блокаду Ленинграда. 30 лет вывода Афганического кандидатного войска с Афганистана. Это тоже наша история. Историю вычеркнуть нельзя. Школы и вузы, учреждения дополнительного образования и общественные организации за участие в Месячнике получили благодарственные письма. Отметили и нашу телекомпанию. ФКТ уже четвертый год подряд признают лучшей в номинации СМИ. Кубки и дипломы вручались благодарностью за сохранение памяти. Во время Месячника школьники и студенты еще раз вспомнили подвиги блокадников, участников боевых действий в Чечне и Афганистане, почтили память тех, кто не вернулся с войны. И поблагодарили тех, кто и сегодня стоит на страже безопасности нашей страны. Работая в школах, в учебных заведениях, в трудовых коллективах, мы наблюдаем, какой порыв с их стороны любви к нашему Отечеству. В ходе Месячника, кстати, более 20 человек из числа военнослужащих пожелали продолжить службу, заключили контракт с Министерством обороны. Месячник оборона массовой и военно-патриотической работы проходил по всей Кубани уже в 12-й раз. И с каждым годом он принимает все большие масштабы. Только в Сочи в его рамках провели более тысячи мероприятий, в которых участвовали более 100 тысяч жителей Сочи. Эта тема очень интересна, потому что патриотическое движение нужно развивать. Как мы знаем, историю часто переписывают. И нам, будущему поколению, важно знать историю от уст людей, которые участвовали в ней и вершили ее. Патриотический месячник завершен. Его продолжением станет подготовка ко Дню Победы. А это значит, что впереди еще десятки концертов, встреч с ветеранами, эстафет памяти, уроков истории о героизме и мужестве. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 28 февраля в Сочи переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4. Днем 4, 6 градусов выше нуля. В Сочи гостям и жителям курорта предлагают решить, как потратить курортный сбор 2019 года. Горожан приглашают принять участие в интернет-голосовании за объекты курортной инфраструктуры, которые будут обновлены. По результатам опроса, проведенного в сентябре 2018 года, большинство голосов было отдано за установку беседок, лавочек, урн, туалетных модулей и декоративных фотоконструкций. Эти работы планируется реализовать в первую очередь в 2019 году. Сейчас сочинцы могут выбрать, что, по их мнению, нужно улучшить в курортной инфраструктуре Сочи в последующие периоды проведения эксперимента. Общественное голосование продлится до 10 марта. Его результаты передадут в Краевое министерство туризма. Оставить свой голос можно на сайте администрации Сочи. Напомню, эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая прошлого года в курортных городах Ставрополя и Алтая 16 июля в восьми муниципалитетах Краснодарского края. К слову, власти Сочи уже заявили, что сумма курортного сбора останется неизменной – 10 рублей в сутки. И в планах на 2019 год собрать в два раза больше средств. Продолжаем выпуск. Профессионалы индустрии гостеприимства собрались в Сочи, чтобы обсудить такие немаловажные темы, как реконцепция и продвижение существующих объектов гостеприимства, увеличение доходности, способы продаж в период малой загрузки. Эксперты поделятся с сочинскими коллегами своими знаниями, а также опытом и живыми примерами. А вот какими именно узнала Елена Всецина. Клуб профессионалов гостеприимства Черноморского побережья охватывает пять городов – Москва, Сочи, Анапа, Ялта, Пятигорск. Чаще всего специалисты в области индустрии гостеприимства общаются в режиме онлайн. Но теперь решили, что пришло время компьютеры и гаджеты отложить в сторону и в ходе живых бесед с экспертами-практиками решать, как развивать отрасль дальше. В частности, самый главный курорт страны – Сочи, который достиг определенного уровня, но двигаться необходимо дальше. Я считаю, что, например, та же Турция не является конкурентом для Сочи. В Сочи свой особенный путь. И этот путь, по-моему, связан с концепцией здорового образа жизни, с концепцией эмоционально насыщенного отдыха. И сегодня отдельный блок экспертов европейского уровня, которые реализовали проекты, в том числе и в Европе, будут рассказывать об этом. Сочи, по словам экспертов, готов конкурировать с международными курортами. Есть категория людей, которые теперь уже выберет исключительно российский курорт вместо турецкого берега. В Сочи, говорят, эксперты, должен и дальше развиваться под брендом здорового образа жизни, здорового эмоционального отдыха. Это то, на что и была изначально сделана ставка преобразования курорта Сочи. И продолжится это должно в 21 веке. Мы видим, как интересно развиваются события, когда проходят мероприятия, новые мероприятия в городе. Приезжают люди и в межсезонье. Мы сделали специальную программу отдыха на море зимой. У нас люди на досках выходят плавать с дельфинами в гидрокостюмах. Это тоже интересное зрелище. И люди за этим начинают возвращаться. Сочи – это не только событийное место, куда приезжают ради каких-то форумов и конференций. А Сочи теперь – это и тур выходного дня, когда можно собраться с семьей, полететь на выходные к морю, в горы. Флоп профессионального международного содружества независимых экспертов будет работать два дня. В том числе и на базе отеля «Спорт Ин». Активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги мониторинга качества горячего питания в школах Краснодарского края. Результаты превзошли ожидания. Проверяющие дали достаточно высокую оценку организации питания для школьников. Общественники не обнаружили существенных недостатков в части санитарного состояния обеденных залов, их оснащения инвентарем, столовыми и приборами. Не выявлены нарушения по количеству организованных смен питания. Стоимость самого питания варьируется от 45 до 55 рублей. А, к примеру, почти в половине школ краевой столицы организованы шведские столы и дети сами выбирают питание по вкусу. В случаях отсутствия собственного пищеблока у школы горячее питание доставляется согласно нормативам. В целом проверка показала, что питание детей в школах организовано на высоком уровне, но некоторые недостатки все же были выявлены, отмечают эксперты Общероссийского народного фронта. Так, в одном из детских садов Анапы были обнаружены сколы на посуде, что запрещено санитарными нормами. Где-то отсутствует диетическое питание и детям запрещают приносить с собой еду. Стоит отметить, что проблема запрета брать с собой домашнюю пищу существует на территории всей страны. Жуковские чтения прошли в библиотеке имени Пушкина. Мероприятие состоялось по инициативе Государственного музея Георгия Жукова, который расположен в городе Жуков. Его сотрудники провели для сочинцев медиа-экскурсию. Жуковскими чтениями в Пушкинской библиотеке продолжили тему военно-патриотического воспитания. В рамках медиа-экскурсии сотрудники Государственного музея имени Георгия Жукова познакомили собравшихся с подробностями биографии и военной карьеры маршала Победы. В свою очередь сотрудники сочинской библиотеки имени Пушкина рассказали о пребывании Жукова в Краснодарском крае и Сочи. Подготовили и выставку на эту тему. Участие же в конференции приняли члены Делового совета России ЮАР, в том числе военные атташе Республики ЮАР в Российской Федерации, члены Совета ветеранов Сочи и представители централизованной библиотечной системы курорта. Это выездная конференция Государственного музея Георгия Константиновича Жукова, Калужской области, город Жуков. Они предложили провести ее в библиотеке. И, естественно, эта тема очень близка и дорога нашим постоянным читателям и членам музыкально-поэтического балкона. Поэтому мы с радостью приняли гостей. Сочинцы сегодня узнали много новых подробностей о маршале Победы. Но и самим горожанам было, что рассказать гостям. Георгий Жуков не раз бывал на Кубани. В годы Великой Отечественной войны его талант полководца помог выбить врага с территории края. Имя маршала носят улицы, проспекты и школы региона. А именно в Сочи Георгий Жуков набирался сил перед главными в своей жизни сражениями перед началом победоносного штурма Берлина. Кстати, в микрорайоне Ареда есть бюст маршала Жукова. На собственные средства его установили сочинцы. Не обошлось на жуковских чтениях и без культурной программы. Музыкальные и поэтические номера подготовили члены поэтического балкона Сочи. У молодежи Сочи появится свой гимн. Песню уже написала местная музыкальная группа «Москва-Луна». Каким получился гимн и к чему он призывает молодое поколение Сочи, узнала Ольга Десятого. Если не мы, то кто? Они поют о мечтах, целях молодости и любви. Предлагают не ждать у моря погоды, а действовать, двигаясь только вперед. Таким у сочинской группы «Москва-Луна» получился гимн молодежи. Здесь в каждой ноте и слове – мотивация, призыв к действию. Молодежь в Сочи должна и может жить ярко и интересно. В то же время гимн получился совсем не скучным. Никакого назидания, только музыка и драйв. Так как мы себя молодежью считаем все-таки, мы вечно молодые, то мы решили сделать свое направление музыкальное, такую молодежную музыку, чтобы действительно это зашло в эти сферы жизни молодежи. Эта песня сделана в калифорнийском поп-панке. Поэтому я не думаю, что молодежь не оценит. Она очень даже оценит именно вот это направление. Александр Мизгулин, к слову, бывший музыкант смысловых галлюцинаций, написал текст и мелодию всего за полчаса, вдохновившись идеей, предложенной управлением молодежной политики города. До сегодняшнего дня в сочинской молодежи не было гимна. Мы эту, не скажу, что проблему, но эту историю хотим все-таки запустить и решить. Почему? Потому что всегда должно быть что-то мотивирующее, что-то сподвигающее на какие-то дела, на какие-то подвиги. Теперь у молодежи Сочи есть свой гимн, который, надеются, в группе «Москва-Луна» будет звучать на всех мероприятиях, вдохновляя и зажигая сердца юношей и девушек. Она очень сильно зажигает, вот прям внутри. Плюсом идет сюда еще текст, который очень легкий, очень запоминающийся. И она реально как гимн, который тебя мотивирует. Ты ее слушаешь, проникаешься этой песней, начинаешь подпевать и идешь только вперед. В ближайшее время группа планирует представить свою композицию широкой публике. Презентация гимна состоится на одном из молодежных мероприятий города уже в марте. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи-ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Кабиши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.